Почти пять лет Аубикир Кемов осваивает территорию, на которой стоит его ферма. Собственно, скотоводством он занимается с далекого 72-го и получает от этой работы неподдельное удовольствие. Начинал в совхозе, а после развала Советского Союза решил работать самостоятельно. Жить надо, работать надо, а в селе, где будешь работать. Поэтому мы привыкли с детства к животноводству, поэтому это наши стези, как говорится. Вся семья моя предана этому делу. Отец у нас работал животноводом. Видимо, от него передалось нам тоже. В 2017-м Аубикир вместе с сыном начали строительство собственной фермы. Разводит коров и овец. Полученное молоко продает. Также этим летом поступит и с шерстью. Залог успеха – упорный труд и государственная помощь. Получили грант семейный, начинающий фермера. И благодаря этому мы вот здесь начали развиваться. Вот грант мы получили в 2017 году. И вот сейчас вот, видите, у нас здесь ничего не было. Здесь поле было. Мы арендовали землю вот эту и построили ферму. Закупили скот, свой скот, чтобы было. И вот так у нас набралось сейчас, на сегодняшний день, такое поголовье у нас. Своим рогатым питомцам Аубикир дал имена и знает характер каждого из них. Фермер говорит, что сельское хозяйство не дает ему расслабиться. Отлынивать от работы, ссылаясь на плохую погоду или слабое самочувствие, категорически нельзя. Каждый день надо корову дать утром и вечером. Надо кормить, надо поить, надо пасти. Это ежедневный тяжелый труд, если так сказать честно. К этому привыкаешь. Ну и самое главное, чтобы труд не в тягость был. Вот тогда легче и работается, и веселее. Мне, например, вот в 67 лет, у меня один день не было, чтобы я вот в тягость работал. Когда человек работает в тягость, человек не сможет работать. Это невозможно. Любая работа должна быть по душе. Мне моя работа, чем я занимаюсь, мне по душе. Своему ремеслу Аубикира дает всего себя. В нем видит больше, чем просто уход за скотом. Для него это дело души. Потому и усталости фермерные чувствуют. Каждое утро подопечная Аубикира Кемова поднимается сюда, на поля Дыгихабльского района для выпаса. К слову, сейчас у него более 300 голов овец и 20 коров, каждая из которых получает должный уход. Труд героя нашего сегодняшнего сюжета показывает, что сельское хозяйство в нашей стране движется в правильном направлении. Анзор Курбанов и Варбарануков. Архыс, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова